Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать тему инфинитивов и инговых форм после разных и одних и тех же глаголов и поскольку поступили просьбы тему разобрать более детально, а ради бога я выбрала упражнение из рабочей тетради Gateway B2 Plus и это упражнение как раз в ту же тему, значит здесь три предложения, надо найти предложение с ошибкой и исправить в принципе все просто читаем, вникаем, исправляем зная правила Ага, здесь уже все есть, что я собственно говоря мучаюсь Так, а все есть очень хорошо, прекрасно но все же давайте разберем посмотрим, почему же здесь собственно первое предложение неправильное I remember to ask the teacher about the school trip this morning I don't remember doing these last exercises I was probably pretty tired значит, ты помнил, что нужно принести сегодня ноутбук нам они будут нужны на следующем уроке и здесь, значит вот это предложение было неправильное здесь нельзя было ставить инговую форму здесь надо было поставить to почему? потому что если вы поставите инговую форму это будет просто воспоминание о чем-то, что случилось в прошлом remember remember плюс инговая форма это просто воспоминание о действии в прошлом не более того я помню, как я ездила на велосипеде когда мне было 5 лет вот это оно воспоминание о прошлом а когда мне надо помни не забудь вот в смысле не забудь когда мне надо не забудь вот здесь то это должен быть инфинитив не забудь вот это инфинитив далее ну здесь в принципе я вспомнил или помнил чтобы спросить своего учителя насчет там какой-то поездки этим утром и я не помню как я делала вот оно вот пожалуйста вот наши воспоминания вот они здесь здесь замечательно я не помню как я делала эти последние упражнения я наверное здорово устала уже далее B I tried to persuade my dad to lend me his car but he said no have you tried having a milky drink to make you sleep I must try concentrating more in class and not let my mind wander итак что мы здесь имеем в первом случае я попыталась убедить своего отца дать мне машину но он сказал нет здесь все правильно здесь все прекрасно почему да потому что после persuade ставится инфинитив тут никуда не денешься дальше второе второе здесь у нас tried having провести эксперимент ты а ты пробовала выпить молока чтобы уснуть вот уже все попробовала овец уже считала телевизор уже смотрела вязала вышивала вот еще молока попробуй выпей может точно уснешь значит здесь провести опыт какой-то провести опыт ну попробую еще вот это вот когда у вас такое дело тогда у вас будет try try плюс инговая форма если же у вас try плюс инфинитив плюс инфинитив то это сделать попытку сделать усилие сделать усилие или попытку это именно попытаться теперь смотрим третье но по идее третье должно быть неправильное I must try concentrating more да сто процентов так я должна лучше сконцентрироваться чтобы не рассеивать свое внимание никуда итак значит здесь ненавязчиво стоит must must показывает обязательность дальше у нас try попытаться а дальше concentrating стоит это нелогично почему потому что здесь у меня обязательство сделать над собой усилие в классе поэтому здесь у меня это не пойдет у меня должно быть I must I must try to concentrate concentrate обратите внимание что здесь у нас по большому счету два инфинитива два инфинитива потому что вот первый инфинитив try но он стоит без to потому что must модальный глагол после must to не ставится а дальше второй инфинитив такое запросто у вас может быть не удивляйтесь это нормально это ничего в этом плохого нет и здесь уже to ставится потому что ну он же стоит после инфинитива а не после must поэтому здесь все нормально далее едем следующее предложение see I like to write a translation beside the new English words because it helps me remember them люблю писать переводы рядом с новыми английскими словами это помогает мне их запоминать ага хорошо далее I like listening to my MP3 player while I'm traveling on the train the killers are my favorite band люблю слушать плеер когда еду в поезде моя любимая группа это killers и третье I like doing my homework sweet after school so that my evenings are free люблю делать домашние задания сразу после школы чтобы вечер был свободен итак что мы здесь имеем первое предложение все нормально здесь I like to write это в смысле не мне нравится писать переводы не в том смысле что я кайф от этого ловлю а в том смысле что мне удобно мне это понятно ну и мало ли мне полезно I benefit можно вот так заменить когда у вас какая-то выгода I like ну или вообще like плюс infinitive infinitive это выгода удобство выгода удобство далее следующее предложение я люблю слушать музыку и все такое и еще моя любимая группа здесь я точно ловлю кайф здесь все нормально здесь тоже все правильно I like listening когда у меня мне нравится I like то дальше у меня будет стоять тинговая форма я люблю я получаю удовольствие получаю удовольствие удовольствие значит здесь если здесь можно сказать I benefit то здесь можно сказать I enjoy вот как вариант и синоним далее смотрим третье I like doing my homework straight after school а вот здесь уже какая-то ерунда обратите внимание что у нас здесь получается я люблю делать домашние задания я еще не встречала людей которые любят получают удовольствие от домашнего задания поэтому здесь скорее тем более дальше у нас стоит уточнение чтобы вечер был свободным то есть я это делаю из соображений выгоды из соображений здравого смысла какого-то поэтому здесь неправильно здесь должно было быть I like to do to do my homework homework значит это полная аналогия с первым предложением I like to write at an association потому что мне это удобно и I like to do my homework потому что мне это удобно и здесь будет to do далее далее D что у меня в D my brother can't stop to play computer games I think he's got a problem мой брат не может прекратить играть в компьютерные игры думаю что у него проблема далее по пути на концерт on our way прошу прощения on our way to the concert we had to stop to ask directions three times по пути на концерт нам пришлось останавливаться и спрашивать куда идти аж три раза и далее my mom stopped working when she had my baby sister because she needed more time to look after us итак моей маме пришлось оставить работу потому что ей нужно было смотреть за моей маленькой сестрой потому как потому как да потому как ей требовалось больше времени чтобы смотреть за нами значит мама бросила работу когда смотрела за моей маленькой сестрой значит сразу же с места в карьер третье предложение у нас правильное то есть она оставила какой-то процесс прекратила то есть прекратить что-то делать навсегда или на долгий момент прекратить что-то делать что-то делать далее смотрим второе значит по пути на концерт нам пришлось останавливаться но у нас здесь нет выхода потому что во-первых у нас стоит head to это по сути модальный глагол после него не может стоять инговой формы после него может быть только инфинитив это во-первых во-вторых здесь прерванное действие значит еще один аргумент почему здесь инфинитив потому что здесь чтобы остановиться для чего чтобы спросить куда идти это второй аргумент в пользу инфинитива и третий аргумент в пользу инфинитива мы шли остановились спросили возобновили действия снова пошли снова остановились спросили возобновили действия и так далее и так далее то есть у нас идут перерывы все время когда у нас такая ситуация мы ставим инфинитив то есть у нас есть доминирующее действие которое продолжалось с какими-то перерывами и здесь наши stops Вот здесь стоп, вот здесь стоп. И это, по сути, как бы на фоне основного действия у нас были какие-то еще. Это еще один аргумент в пользу инфинитива. В таких случаях ставятся инфинитивы. Теперь вернемся к первому предложению. Ясно, что оно будет неправильным. Значит, мой брат не может бросить играть в компьютерные игры. Значит, ну, бросить играть, значит, здесь остановить процесс. Значит, can't stop, не to play, а playing. Это полная аналогия с третьим предложением. Вот этим. Прекратила работу, прекратила играть. Поэтому здесь he can't stop playing computer games. Вот таким образом. Далее. После того, как он выиграл свои первые соревнования по шахматам в возрасте 8 лет, Лео продолжал побеждать и победил в других 15 соревнованиях до того, как стал подростком. Ага, отлично. Дальше второе. Значит, дальше у нас Значит, мама попросила брата спуститься из своей комнаты к обеду, но он продолжил играть в видеоигры, и она не была этому рада. Далее. Третье предложение. Вчера мой папа пошёл на новую работу, начал работать на новой работе, и вечером он часами о ней говорил. Итак, что мы имеем здесь? Значит, что у меня в первом. После того, как выиграл, значит, в возрасте продолжил выигрывать. Значит, он продолжил выигрывать, значит, перешёл от одной победы к другой. Вот таким образом. Хорошо. Здесь переход от одного действия к другому. Прекрасно. Далее. Смотрим. Здесь вроде бы всё правильно. Теперь смотрим во втором. Значит, позвала, а он продолжал играть. Ага. Здесь у нас небольшая ловушка. Во-первых, у нас стоит went on. А после фразовых глаголов, это phrasal web, продолжать. Продолжать. Это go on. The show must go on. Значит, и дальше, после phrasal web, это закон жанра, ставится инговая форма. Они обычно не дружат с инфинитивами, за редким исключением. Поэтому здесь я уверена на 150%, что здесь будет playing. Здесь не будет to play, здесь будет playing. И вот моё неправильное предложение здесь. Значит, я могу даже дальше не смотреть. He went on playing. То есть, он продолжал играть дальше. И третье предложение, по идее, должно быть правильным. Я заранее плюсик ставлю. Значит, продолжал говорить об этом часами. Вот здесь вот то же самое практически. Здесь продолжал говорить часами без остановки. Поэтому здесь у нас инговая форма. Равно как и здесь он продолжал играть без остановки на обед. Вот такая логика. Ну, что можно сказать? По большому счёту, если вы знаете теорию, и если вы ещё, кроме знания теории, вникли хорошо в контекст, тогда у вас проблем не будет. Поэтому мой вам совет. Во-первых, обзаведитесь хорошим словарём. Пробивайте по словарю, если вы сомневаетесь. Лучше наберите в словаре, посмотрите, что у вас там он выдал. Кроме того, читайте внимательно предложение, потому что от контекста зависит то, что вы поставите. После одного и того же глагола может ставиться как инговая форма, так и инфинитив. Далее. Третье. Ну, нужны, конечно, знания теории, потому что по большому счёту есть правила. И я, если, конечно, не забуду, поставлю обязательно ссылочку на эти правила в описании видео. Если хотите, можете зайти и посмотреть, что да как и откуда, как говорится, у этого всего дела ноги растут. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.